Разрешение и запреты на купание в водоемах. Насколько важно прислушиваться к советам специалистов и почему? Я бы настоятельно требовала прислушиваться, потому что для того, чтобы вынести достаточно такие серьезные ограничения, санитарная служба изучает очень детально по микробиологическим и санитарно-химическим состав воды в водоеме. Более хочу сказать, что зачастую чаще употребляется термин «запрет». У нас есть три ступени ограничительных мероприятий по зонам рекреации. Первое – это ограничение, касается запрета купания детей. Второе – это приостановление, когда запрещается купание и детей, и взрослых, но разрешаются водные виды спорта на воде. И третье – это самая категорическая мера – это запрещение использования рекреаций и водоемов для купания, как детей, так и взрослых, и для водных видов спорта. Чтобы было понятно, на нарушение полного запрета, чем может быть чревато для конкретно взятой семьи? Прежде всего, это, конечно, общее состояние самочувствия и здоровья человека. От малого – это какие-то кожные реакции на вот такой небезопасный состав воды, и до появления каких-то кишечных отравлений, других кишечных инфекций. Люди часто нарушают? Нарушают. Нарушают, и это очень жаль. Мало того, что они нарушают, используя такие стихийные какие-то пляжи и водные объекты. Понимая, что это наша с вами безопасность, и безопасность наших детей, которых мы ведем на пляж. Совершенно верно. Но больше всего нас удивляет, когда люди знают о каких-то ограничениях в купании, но приводят семьи, приводят детей и эксплуатируют данный водоем. Начиная с весны, думаю, со мной согласитесь, в сети можно встретить целую подборку страшилок, вроде регион заполонили клещи. Действительно ли настолько актуальна эта проблема для Гомельской области? Я хочу сказать, что клещи актуальны для любого региона, любой области, там, где есть лесные или лесопарковые зоны. Потому что это излюбленные места клеща. Вообще клещ любит умеренное тепло, где-то 16-20 градусов, растительность такую бурную, травы, кустарники, вот это все его излюбленные места. И очень не любит солнце. Поэтому вот такие затененные поляны, где-то укромные места растительности, это все то, где он обитает и нас может подстерегать неприятность, так скажем. И все же, в последние годы в Гомельской области клещей стало больше? Я хочу сказать, что количество покусов от клещей увеличивается. Но в прошлом году мы зарегистрировали более трех тысяч людей с покусами от клеща. Из них 5% заразились инфекцией, которую передают клещ, это лаймборелиоз. Хочу сказать, что кроме лаймборелиоза распространяет клещ еще и клещевой энцефалит. Уже много лет не регистрируется клещевой энцефалит в Беларуси, поэтому основная инфекция, которая передается, это лаймборелиоз. Еще одна топовая тема – жара и отравление, пикники на природе, покупки на стихийных рынках грибы и ягоды из леса. Что в этом плане больше всего беспокоит специалистов? Ну, нас в этой теме больше всего беспокоят скоропортящиеся продукты, которые люди берут с собой на пикники, в лес, на поляны. И те же скоропортящиеся продукты, которые реализуются, вот так, как вы говорите, с земли. На стихийных рынках. На стихийных рынках, да. Потому что неизвестно, как это все транспортируется, в каких условиях, а эти продукты требуют особых условий. Даже если про это забыть, посмотреть, в каких условиях оно продается. Совершенно верно. То же мясо, купленное с пола, либо замороженная рыба, купленная с пола, что можно от нее ждать? Совершенно верно. Кишечные расстройства, кишечные инфекции, как минимум. Это как минимум, конечно, да-да-да. Очень жаль, что наши современные люди либо не хотят, либо не понимают вот этих элементарных вещей, которые очень важны для того, чтобы сохранить свое здоровье. Тем более, сейчас ассортимент этой продукции в магазинах представлен достаточно для того, чтобы организовать питание себя и своей семьи. Светлана Александровна, спасибо за порцию полезной информации и до новых встреч. Всего доброго. Продолжение следует...